Приветствую! В законодательстве Украины о мобилизации складывается такая ситуация, при которой каждый мужчина, который пребывает за границей, может получить штраф ТЦК. И сейчас мы об этом поговорим и мы разберемся, на каких основаниях вы можете получить штраф, почему вы не получили его до сих пор и почему вы не можете получить вот его сегодня, например, и почему с большой вероятностью в ближайшее время вы все-таки получите штрафы ТЦК. Делать это я буду не просто исходя из своего какого-то мнения, а мы будем разбирать действующее законодательство и информацию из официальных источников. Итак, за что мужчина может получить штраф ТЦК, пребывая за границей? Ну, по сути, можно назвать две вещи. Первое. Обновление данных. Да, мы прекрасно с вами знаем, что многие мужчины не обновили данные. Это официальная статистика. Более того, там не просто многие, а там большинство людей не обновило данные. Естественно, с точки зрения действующего законодательства они совершили правонарушение. Конечно, я прекрасно понимаю, что кто-то уже пишет, там, Олег, так есть же 210-ая статья и примитка к ней. И, мол, это не правонарушение. И вы правы, абсолютно правы. Но есть один маленький нюанс. Эта статья, эта примитка начнет работать в суде, а в ТЦК она может не работать. Ну, вы же прекрасно это понимаете. То есть, наличие этой примитки абсолютно не мешает ТЦК выписать постановление о штрафе. Абсолютно не мешает. А потом уже в суде можно пойти, оспорить на основании этой примитки и получить позитивный результат. Собственно говоря, что мы видим уже с вами на сегодняшний день. Да, суды отменяют эти решения ТЦК. Что мы имеем дальше? За что еще человека могут привлечь к административной ответственности, если он находится за границей? Неявка по повестке. Наверняка вы видели новости о том, что до конца года будет разослано 900 тысяч повесток. И, скорее всего, часть этих повесток придет тем людям, которые фактически находятся за границей. Данные не обновили и, соответственно, эти повестки придут по тем адресам, которые в системе Абарих указаны как адрес регистрации этого человека. Естественно, человек за границей, повестку он не получит. Естественно, он по понятным причинам не явится по ней и, естественно, может получить штраф. Но почему он не получает сейчас этот штраф? Вот здесь мы подходим к этому вопросу. Почему сейчас никто из вас не получил штраф? Прежде чем ответить на этот вопрос, я вам хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Информации там гораздо больше и появляется она оперативнее, чем в ютуб-канале. Также я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному ролику. Ну а теперь, возвращаясь к нашему вопросу. Почему вы не получили до сих пор штраф, например, за необновление данных? Мешает этому одна единственная статья. Статья Кодекса Украины о административных правонарушениях под номером 258. В этой статье сказано условия, при которых может без вас быть составлен протокол. И это условие следующее. Если вам отправили по почте уведомление о вызове вас для составления протокола, а как мы знаем, составление протокола это же обязательная часть рассмотрения дела о административном правонарушении и привлечении человека к ответственности. Так вот, для того, чтобы сейчас без вас составили протокол, вам его должны отправить, вы должны принять это письмо, то есть получить. Почта уведомит ТЦК, что вы приняли это письмо. И вот если вы приняли и не явились, тогда могут рассмотреть дело без вас, и вы, соответственно, получите штраф. Поскольку вы за границей, а такие уведомления вполне возможно приходят вам в Украину, вы их не получаете, ТЦК не может их оштрафовать. С повестками та же самая история. То есть, если человеку прислали сейчас повестку, он ее не получил, дальше ему прислали вызов на рассмотрение дела, он его не получил, все, ТЦК заблокирован, ТЦК не может рассмотреть дело без вас. И вот тут мы подходим к самому интересному. А что же будет теперь? А теперь у нас есть законопроект 1293. То есть, обращаю ваше внимание, это уже законопроект, зарегистрированный Верховной Радой. Причем этот законопроект зарегистрирован, подан не просто каким-то депутатом-спамером, а этот законопроект подан главой правоохранительного комитета Верховной Рады. Вы понимаете? Не рядовой какой-то депутат, а глава комитета по правоохранительной деятельности. И скорее всего, если он подал такой законопроект, скорее всего, этот вопрос уже согласован внутри комитета, так неофициально, да? И дальше этот законопроект попадет кому к ним же? Это их профильный законопроект. Они будут давать ему оценку. Как вы понимаете, законопроект 12093 имеет все шансы на то, что быть принятым. А что в нем сказано? Там вносят изменения в Кодекс Украины о административных правонарушениях, и в том числе в 258-ю статью. И знаете, что они там хотят предусмотреть? Они хотят предусмотреть возможность рассмотрения дела заочно, без вашего уведомления, по сути. Что имеется в виду? 258-ю статью меняют и вводят следующее правило. Если человеку письмо отправлено, даже если он его не получил, оно считается врученным, то есть считается, что государство надлежащим образом уведомило такого человека, и, соответственно, если он не является в указанное время, то ТЦК не составляет протокол, а сразу выносит постановление о привлечении к админответственности. Как вам? А? Напомню еще раз. В чем разница? Сейчас, для того, чтобы рассмотреть дело без вас, вам надо отправить письмо, а вы должны его принять. Ну, здесь логика есть. Да, вы приняли, посмотрели, и вы говорите, да ладно, пусть без меня рассматривают, и не идете туда. А теперь они что делают? Они говорят, мы отправили, и все. И нас не интересует ничего больше. Получил человек? Не получил. Может, он жил там на оккупированной территории, и через оккупированную территорию, в итоге выехал в Европу, живет в мире сейчас. Неважно. Мы ему там присылаем повестку по адресу в Украине. Получил, не получил, не явился по повестке. Мы ему тогда шлем вызов на рассмотрение дела. И если он этот вызов не получает, мы все равно рассмотрим дело без него. И что это значит? А это значит, что если у вас есть в Украине карточки какие-то, банковские карточки, счета, да, в ИФОК, возможно, то что вас ждет? Блокировка этих счетов. То есть вы живете за границей, вы даже не знаете, что вам приходит уведомление, вы не знаете, что вам выносят штраф, и потом сюрпризом будет блокировка счетов, потому что вы не оплатите штраф вовремя, он удвоится в два раза, будет отправлен на исполнение в исполнительную службу, а та просто заблокирует вам счета. Вот такая ситуация. И знаете, что самое обидное? Что там ничего ты с этим не сделаешь? Вот такой механизм предусмотрели и все. Да, вы потом можете оспаривать это все в судебном порядке, но это будет уже потом, в судебном порядке. Вот такая ситуация у нас, к сожалению, складывается. И будем за этим следить, как только этот законопроект примут, обязательно вас об этом проинформирую. Ну а пока, а пока, наверное, все. Если вы считаете, что эта информация была вам полезна, пусть она даже не понравилась вам, но не пишите гневные комментарии мне, потому что я же все-таки, ну, лишь гонец, который приносит, я понимаю, что плохие новости. Я это понимаю, но не я пишу эти законопроекты, тоже отнеситесь к этому с пониманием. Поэтому все-таки прошу лайк этому видео, для того, чтобы как можно больше людей о нем узнали, узнали эту информацию. И приглашаю вас в свой телеграм-канал. Напомню, ссылочка на него есть в описании в данном видео. Традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.